Всем привет! Вы смотрите новости на androidinsider.ru. С вами Юля, а говорить мы сегодня будем в основном о Китае. Последняя неделя выдалась даже слишком насыщенной, если говорить о новых гаджетах, смартфончиках и тому подобным. Но обо всем по порядку. SEO Xiaomi показал фаблет Mi Max и фитнес-браслет Mi Band 2. Появившиеся около двух недель назад слухи о вероятном выходе по-настоящему большого фаблета от компании Xiaomi продолжают набирать обороты. На этот раз источником информации стал сам генеральный директор компании Lei Yun. По его словам, устройство получит предельно производительное железо, 2K-дисплей с диагональю 6,4 дюйма и поразительно емкий аккумулятор. Дата презентации назначена на 10 мая, а кроме смартфона, хедлайнером мероприятие станет и другой не менее ожидаемым фанатами продукт. Xiaomi Mi Max, а именно такое название получит фаблет, может стать первым смартфоном компании, построенным на базе собственного процессора Rifle. По другой версии, внутренности новинки будут полностью идентичными тем, что используются в производстве действующего флагмана Xiaomi Mi 5. Так или иначе, но сомневаться в мощности аппаратного обеспечения смартфона не приходится. Не менее интересной новинкой отметил господин Yun будет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2-го поколения. Его внешний вид генеральный директор компании даже продемонстрировал в ходе личной видеотрансляции. Как следует из представленного изображения, гаджет обзавелся монохромным LED-дисплеем, пришедшим на смену точечным индикатором и круглой клавишей управления на передней панели. Функциональность браслета пока остается в секрете. Когда же ждать новинки от Motorola? Всех производителей смартфонов и других высокотехнологических устройств можно условно поделить на две группы. К первой относятся те компании, которые представляют новинки с завидной регулярностью. Это, конечно же, Samsung, HTC, Huawei, ну и так далее. В то же время представители второй категории балуют нас новыми девайсами, ну очень редко. Например, к ним относятся OnePlus и Motorola. Если вы устали ждать что-то новое от последней упомянутой компании, для вас хорошие новости. Стала известна дата проведения официальной презентации таинственного смартфона. Узнать долгожданные подробности удалось на презентации ZOOC Z2 Pro, которая состоялась несколько дней назад. Генеральный директор Lenovo Янг Юанг Кинг назвал дату проведения мероприятия от Motorola, которая состоится совсем скоро, а именно 9 июня. Что именно будет показано, неизвестно. Впрочем, многие аналитики ожидают демонстрации двух версий четвертого поколения линейки Moto G. Moto G4 будет отличаться компактными размерами, тогда как увеличенный Moto G4 Plus получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку домой под дисплеем устройства. Увы, на этом подробности заканчиваются. Очевидно, познакомиться с характеристиками предполагаемых смартфонов удастся чуть позже. Представлен ZOOC Z2 Pro флагман с 6 гигабайтами оперативной памяти. 21 апреля день, когда был официально представлен ZOOC Z2 Pro. И если вам не запомнится этот день, информация об этом смартфоне обязательно должна отложиться в памяти. Что такое ZOOC Z2 Pro? В первую очередь, это смартфон с корпусом из закругленного стекла. В этот момент хочется передать привет Samsung и их дорогостоящему Galaxy S7, дизайн которого нравится большинству. Во-вторых, этот смартфон с 5,2-дюймовым Super AMOLED Full HD дисплеем. Толщина черной рамки вокруг этого дисплея всего 0,05 мм, и это впечатляет. Производитель с гордостью заявляет, что в их смартфоне установлено 10 датчиков. Помимо стандартного гироскопа и датчика света, в смартфоне установлен датчик сердцебиения, датчик, замеряющий уровень кислорода в крови и датчик давления. С помощью встроенного приложения для слежения за здоровьем вы сможете узнать очень много о состоянии организма. ZOOC Z2 Pro работает на Snapdragon 820. Лучшее сегодня просто нельзя придумать. Вы можете приобрести версию этого смартфона с 6 гигабайтами оперативной памяти. И в дополнение вы получите 128 гигабайт встроенной памяти. Более простая версия порадует владельцев 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти. Чего тоже вполне достаточно. 13-мегапиксельная камера смартфона с диафрагмой 1.8 оснащена цифровой и оптической стабилизацией. Она позволяет снимать 4K видео. Фронтальная 8-мегапиксельная камера не только подходит для селфи, но и может быть использована для измерения частоты сердцебиения. Это первый смартфон, в котором фронтальная камера используется в качестве датчика сердцебиения. Поговорим об оставшихся особенностях. Смартфон работает аккумулятором емкостью 3100 мАч и поддерживает технологию Quick Charge 3.0 от Qualcomm. ZOOC Z2 Pro оснащен разъемом USB Type-C и сканером отпечатков пальцев. Компания заявляет, что это первый мобильный сканер, способный работать даже с влажными пальцами. Что касается программной части, ZOOC Z2 Pro работает на совершенно новой версии OS ZOOC 2.0. Версия с 6 гигабайтами RAM и 128 гигабайтами встроенной памяти будет стоить около 416 долларов. Стоимость более доступной версии на данный момент неизвестна. Новый флагман Sony получит первый в мире HDR дисплей. После февральской презентации новой линейки Xperia X от Sony было практически ничего не слышно. Скорее всего, связано это было с усиленной работой над новым поколением дисплеев. Новый флагманский смартфон Xperia X Premium, похоже, обзаведется первым в мире дисплеем с поддержкой технологии HDR. Помимо этого, количество отображаемых цветов будет составлять более миллиарда. Добиться столь значимого прироста удастся благодаря измерению числа оттенков каждого цвета. Вместо 256 этот показатель будет составлять 1024. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Максимальная яркость будет эквивалентна 1300 нит. Контрастность составит 2000 к 1, а частота обновлений изображения будет достигать 120 Гц. В то же время разрешение дисплея составит 1920 на 1080 пикселей, а его диагональ 5,5 дюйма. Что касается других характеристик от смартфона, ждут наличие чипсета Snapdragon 820, 3 ГБ оперативной памяти и порты USB Type-C. Приблизительная дата анонса остается неизвестной. Ле-Эко отказалась от 3,5-мм аудиоджека в пользу разъема USB-C в своих новых смартфонах. В то время как всем известная компания из Купертино, судя по слухам, только собирается представить новый айфон без аудиоразъема, китайский производитель смартфонов Ле-Эко уже справился с этой задачей и при том вполне успешно. На смену мини-джеку пришел USB Type-C, который умельцы из Китая научили транслировать аудио в высоком качестве. На прошедшей на днях в Пекине презентации генеральный директор Ле-Эко представил целых три смартфона, объединенных общей идеей. Убийцы iPhone! Ле-Эко Ле-2, Ле-2 Pro получили 5,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, 32 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Младшая версия комплектуется 10-ядерным процессором Helio X20 производства MediaTek и 16-мегапиксельной основной камерой. Старшая модель, в свою очередь, поставляется с чипсетом Helio X25, 4 ГБ оперативки и уже 21-мегапиксельным фотомодулем от Sony. Оба аппарата могут похвастаться фронтальной камерой на 8 Мп и, как упоминалось выше, отсутствием 3,5-мм разъема. Флагманский Ле-Макс 2, представленный в двух модификациях, оснастили дисплеем с диагональю 5,7 дюйма и Quad HD разрешением, которое в Ле-Эко почему-то предпочли назвать Super Retina. Сердцем смартфона является процессор Snapdragon 820. Объем оперативной памяти составил опционально 4,6 ГБ, а постоянный 32,64 ГБ. Тыловая и передняя камеры Ле-Макс 2 аналогичны тем и устанавливаются в Ле-Про 2. Однако обе комплектуются оптической стабилизацией изображения при фото- и видеосъемке. Теперь селфи можно делать даже трясущимися руками, чем не инновация. Каждый из смартфонов выполнен в корпусе из металла и оборудован сканером отпечатков пальцев на задней панели. Помимо действительно флагманской аппаратной начинки, устройства смогут порадовать любители аудио в Лос-Лес-форматах. Предварительный заказ новинок в Китае уже стартовал, а их стоимость в рознице составит 170, 230 и 325, а также 390 долларов США, соответственно для каждой модели. Huawei Honor V8 представят 10 мая 2016 года. Huawei собирается выпустить в следующем месяце очередной телефон под своим суббрендом Honor. Речь идет об Honor V8, и недавно компания выпустила тизер своего грядущего смартфона. Телефон выглядит подобно своему предшественнику – основной модели Honor 7, которая превосходно продается в Европе и Азии. Как и в представленных в начале апреля 2016 года компаниях Huawei флагманских смартфонов P9 и P9 Plus, Honor V8, похоже, обладает двойной камерой на задней панели. По всей видимости, для него будут характерны те же особенности, которые свойственны недавно представленным флагманским девайсам компании. Хотя в тизере нет никакой информации о технических характеристиках новинки, по слухам, V8 станет обладать 12-мегапиксельными камерами, но без линз лейка. Неясно также идет ли речь об интересном сочетании монохромного ARGB сенсоров в двойном модуле камеры, или же будет реализовано что-то в большей степени подобное тому, что характерно камерам телефонов Honor 6 Plus и LG G5. Вероятно, смартфон получит 4 ГБ оперативной памяти и станет базироваться на собственном чипсете компании Huawei HiSilicon Kirin 950. Об этом процессоре было подробно рассказано ранее. По всей видимости, смартфон Honor V8 будет отличаться мощными техническими характеристиками. Его презентация состоится 10 мая 2016 года. Грядущий анонс нового телефона – не единственное важное событие в жизни популярной компании. У Huawei появилась торговая марка Huawei 7P, намекающая на продолжение концепции Nexus 6P. Ведь маловероятно, что Huawei станет производителем Nexus 2016 года. Кроме того, совсем недавно компания порадовала также шлемом виртуальной реальности, который можно будет использовать совместно с тремя флагманскими девайсами компании. Цена и дата начала продаж шлема виртуальной реальности от Huawei пока неизвестны, хотя общее представление о возможностях девайса уже можно составить. А на этом с новостями у нас пока все. Но наиболее интересные темы вы можете найти и на нашем сайте androidinsider.ru. Оставляйте комментарии к этому видео, оставайтесь на связи в социальных сетях и до встречи через неделю. Йоанн Кинг назвал дату проведения мероприятия. Йоанн Кинг. Йоанн Кинг. Йоанн Кинг.